В истории Олимпийских игр бывало всякое, от террористических актов до курьезов посмешнее маппет-шоу, кто помнит такое. Ну а начнем мы с вами в 20-х годах прошлого столетия, когда седьмой хозяйкой Олимпийских игр стала Бельгия, город Антверпен. К тому моменту Олимпиада уже стала мощнейшим брендом, который привлекал к себе огромное внимание, а следовательно и капитал. По вину и законам экономики, бельгийские власти установили справедливый, по их мнению, тариф на входные билеты. К сожалению, обозначенные на ценниках суммы оказались отнюдь несправедливыми по отношению к бельгийским болельщикам, которые устроили церемонии открытия Олимпиады «Тотальный бойкот». Делегации спортсменов устраивали круг по счету со флагами своих стран при практически пустых трибунах. Впоследствии Оргкомитету пришлось сначала пускать на трибуны бесплатно определенные категории граждан, а потом и вовсе открыть боковые трибуны для свободного посещения. Следующая история произошла в Амстердаме в 1928 году. Этот конфуз, точнее даже целых два, произошли в другом государстве, входящем в Бенилюкс, в Голландии. Столица Олимпийских игр был тогда выбран Амстердам, а право объявить главные спортивные соревнования четырехлетия по традиции должны было предоставить глава государства. Однако королева Нидерландов Вильгельмина отказалась от почетной обязанности, называв Олимпиаду языческими игрищами. Пришлось отдуваться ее супругу, ну в общем как всегда, принцу Хендрику Оранскому, или Оранскому, не знаю, а скандальная монаршая особая так и не удостоила спортсменов своим вниманием. Абсолютно наплевать на этот факт было французской делегацией спортсменов. Все, что им было необходимо, это осмотреть место проведения церемонии за день до ее начала, ну так сказать провести рекогностировку на месте. Однако сторож на стадионе отказался пускать французов на арену, ничем не объяснив свои действия. Усугубляло положение еще тот факт, что буквально за несколько минут до этого на арене побывали немецкие атлеты. Дошло даже до драки, остановить которые смогли только лишь полицейские. Следующий в нашем хит-параде город Хельсинки в 1952 году. Если дотошно соблюдать все традиции и правила Олимпиады, то столица Финляндии Хельсинки до сих пор так и не попрощалась с Олимпиадой 1952 года, которая, можно сказать, является самой долгой в истории. И этот рекорд вряд ли когда-то можно будет побить. А все дело в том, что настолько увлекшись своей длинной и витиеватой прощальной речью, президент Мок Зигфрид Эддстрем совершенно забыл произнести, наверное, единственные слова, которые от него по-настоящему требовались. «Объявляю игры Олимпиады закрытыми». Позже эту ошибку заметили, но никак и не исправили. Теперь у нас на очереди Мельбурн, 1956 год. Те игры оказались первыми и последними в истории, на которых первой медалью были разыграны еще до финальной церемонии открытия. И вообще в другой стране. А раз речь идет об Австралии, то следовало, следовательно, и на другом континенте. Все просто. Перед стартом игр австралийские власти забыли отменить закон, ограничивающий ввоз на территорию страны животных, и в частности, касающихся лошадей. Проведение конных турниров оказалось под угрозой срыва. В Международном Олимпийском Комитете нашли оригинальный выход провести этот турнир в Швеции. Так и сделали до старта Олимпиады. В этом же 1956 году не обошлось без конфуза. И на открытии седьмых зимних Олимпийских игр, которые проводились в Истальянском городке, тогда честь зажечь главную чашу с огнем доверили конкобежцу Гвиду Королли. Он должен был по полосе льда проехать до чаши и зажечь ее. Но на тот момент мир еще не знал о беспроведных технологиях, а все провода от камер, транслировавших события на весь мир, были протянуты прямо через лед. И именно в них и запутался распластавшийся конкобежец. Благо, что упав, он сумел удержать факел, чем уберег его от потухания. Огонь в итоге был зажжен, но с небольшой заминкой. 1972 год. Саппорро. Следующий скандал произошел лишь спустя 16 лет. Но то был грандиознейший конфуз, который отбросил тень на все Олимпийские игры, проводившиеся в 1972 году. Во время репетиции церемонии открытия, благо ее вообще решили не просто организовать, а еще и пригласить зрителей, один из зевак, интересовавшийся историей Олимпиады, заметил, что кольца на использовавшемся повсеместно логотипе перепутаны местами. Изначально организаторы заклеймили нерадивого болельщика позором, но потом, когда страсти улеглись и появилось время трезво взглянуть на вещи, покопаться в аналах истории, оказалось, что не только эти, но и вообще все послевоенные игры проводились под флагом с перепутанными разноцветными кольцами на Олимпийском логотипе. Теперь Пекин 2008 год. На одной из самых удачных Олимпиад в истории Пекинской в 2008 году все так же прошло не настолько гладко, как хотелось организаторам. Конечно, можно было сказать, что любители скандалов придираются к мелочам и ищут конфузы там, где их нет. Но во время церемонии открытия первых Олимпийских игр на территории Поднебесной был вскрыт факт использования фонограммы. В использовании банальной фанеры уличили известного китайского пианиста Лан Лана и пятилетнюю Ли Му Цзи. Секрет раскрылся, когда доточные зрители обратили внимание на закрытую крышку рояля, которая по-хорошему мешала бы исполнению композиции на 27-й минуте видео. К скандалу добавились еще и подробности о происхождении девушки, которая отнюдь не была музыкальным дарованием. Мать девушки оказалась дочерью высокопоставленного чиновника Коммунистической партии Китая, а ее отец – председателем правления крупной компании с оборотом, превышающим 1,4 миллиарда долларов США. Ванкувер-2010. Следующим оконфузились организаторы Олимпиады в Канаде в Ванкувере в 2010 году. Несмотря на грандиозные приготовления, которые провели канадцы к церемонии открытия, их подвела механика, вышедшая из строя по необъяснимым причинам. В завершающей части церемонии, когда из-под земли должны были появиться 4 огромных факела, которые должны были зажечь факелоносцы, в небо взвелись лишь 3 чудо техники. Одно так и осталось покоиться под землей. Чтобы хоть как-то компенсировать свой позор, канадцы во время церемонии закрытия изменили сценарий и ввели в него сумасшедшего механика, который прямо на стадионе починил испорченный гигантский факел. Лондон-2012 Юмор на самом представлении был не случайным, а до мелочей продуманным остроумным сценаристами явлением. Проблемы начались на следующий день, когда кто-то из индийских журналистов заприметил неизвестную девушку, выбившуюся из делегации своей хоть и яркой, но и повседневной сшитой не по форме одеждой. Позже стало известно, что незнакомка – это аспирантка индийского города Бангалор, которая несколько лет живет в Лондоне. Ее зовут Мадхура Хонди. Однако, каким образом она оказалась во главе индийской делегации, как пробралась на арену, никто не знает. Насмотря на всю комичность случившегося, это поставило под вопрос всю систему обеспечения безопасности Олимпийских игр в Лондоне. И завершает нашу топ-десятку, естественно же, Олимпиада в Сочи. Весь ход эстафеты сопровождался инцидентами. Только за первые сутки огонь, несмотря на заверения проектировщиков о том, что факел не погаснет ни под водой, ни в космосе, газ четыре раза. Весь мир обретели кадры первого затухания, когда погасший факел поджигал сотрудник ФСО обычной зажигалкой. Кроме того, факел продолжал гаснуть на протяжении всей эстафеты, а затем начал взрываться. Так в Костроме факел взорвался в руках 13-летней девочки. Пострадавшая получила неглубокий ожог руки, но смогла пробежать свой этап эстафеты. А несколькими днями позже в Вологде едва не сгорел Дед Мороз. Олимпийский огонь гас и в руках высокопоставленных лиц. Министр культуры Владимир Мединский также побегал с погашем факелом. Следом начали гореть уже сами факелоносцы. Так Петр Макарчук, известный российский бобслиист, нес огонь Олимпиады в Абакане на завершающем этапе. На протяжении эстафеты факел гас несколько раз, а на финише эстафеты пламя перекинулось на рука в куртке бобслииста. Слава богу, его потушили сопровождающие. Ну и вишенкой на тортике, конечно же, стала нераскрывшаяся одной из пяти Олимпийских колец и уснувший прямо в разгар церемонии бывший президент России, председатель правительства Дмитрий Медведев.